За свою историю Чаширский винаробный завод ведает шмат взлетов и напыла не меньшую колькость падения. Предприемство засновано в середине 19-го года. У 30-е годы минулого 100-го года тут выраблялися не только вина и безалкогольные напои, а и хлебобулочные вырабы. У 60-е годы провели масштабную реконструкцию, а после антиалкогольной кампании практически все обсталевание снижили. Посляне удалого эксперименту с вырабом соков и консервов с Гароднины тут отновили выпуск плодового вина. У 2011-м в рамках Держпрограммы по переодолювании наступства Чарнобыльской катастрофы на заводе провели еще одну модернизацию. Сегодня мясцовая продукция реализуется выключено в межах Беларуси, причем не вельми активно. По великим рахунку – наичинным рынку, и она у Вогуле не потребная. Имея мощности на Гомельском медицинском заводе, головном предприятии, сегодня надо понимать, что оно самостоятельно само может закрыть всю потребность в старом или в новом продукте. Для того, чтобы сохранить это предприятие, надо найти его какую-то переспециализацию. Рассматривались разные варианты. Это производство может быть воды, это производство может быть дистиллятов каких-то. В том числе сделать, как вариант, тоже вот эту чаширскую филиал, как сырьевую базу для головного предприятия. Разом с тым у облвыконками «Перакананы» выделять миллионы бюджетных рублев. На пропануемую реконструкцию можно только после деталевого анализу усих нюансов. Подчас наведывания филиала «Чаширский» Гомельского винзавода старшиня областного выканавчего комитета Владимир Дворник звертаю увагу на элементарную безгазподарчасть. Дорогое обсталявання не выкарыстовывается, а сыровина часто закупается праспасредникам, что повеличивая кошт продукции. До задачи пошука выходу, предприемства с крызисом и заховання прационных местцев у облвыконками обецают звернуться знов, али и на заводзе повинны клопатиться об своей будущине. Тем больше, что в опыт інших предприемств в коммунальной майомости свершить. Выйсти можно знасти зауседы, але для гэтага необходны жаданья и коллектив профессионалу. «Если взять сегодня в целом промышленность, то мы закончили ее не совсем хорошо, где-то 94% по ИФО. Если убрать два предприятия, которые действительно есть объективные причины, это Мозорский нефтеперерабатывающий завод и Белорусский металлургический завод «Жлобин», то в целом промышленность работала на 100% с небольшим. Если анализируя ситуацию по январу, то без нефтеперерабатывающего завода вся промышленность должна работать по январу, это 102-103%. Это говорит о том, что мы смотрим за каждым предприятием, и для меня очень важно, чтобы эти предприятия работали». Алисин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Чаширска.